В одном из предыдущих роликов на канале мы увидели как в заводских условиях производится трактор Агромаш 90 ТГ. Напомню, что производится он волжским комбайном заводом, который расположен в городе Чебоксары. В этом видео я расскажу вам об основных технических характеристиках трактора и его модификациях, поэтому не переключайтесь и всем приятного просмотра. Приветствую всех на канале Лантек. Трактор Агромаш 90 ТГ является гусеничным сельскохозяйственным трактором общего назначения тягового класса 3. Предназначен для выполнения основных сельскохозяйственных работ в агрегате с навесными, полу навесными и прицепными машинами и орудиями, на пахоте, предпосевной обработке почвы, посеве, для работы в ворошаемом земледелии, на осушенных болотах, а также выполнение легких дорожно-землеройных, мелиоративных и погрузочных работ. Трактор Агромаш 90 ТГ с бульдозерным оборудованием. Предназначен для разработки и перемещения грунтов первой и второй категории, засыпки траншей и котлованов, возделывания насыпей и перемещения сыпучих строительных материалов. Торфяная модификация трактора Агромаш 90 ТГ предназначена для использования на операциях по добыче торфа, а также для выполнения легких дорожно-землеройных, погрузочно-разгрузочных и мелиоративных работ на заболоченных и слабонесущих почвах. В настоящее время выпускаются две основные модификации трактора, которые отличаются силовыми установками. Первый – это трактор Агромаш 90 ТГА. На нем устанавливается четырехцилиндровый атмосферный двигатель А41С и Дефис 02 Алтайского моторного завода. Он имеет рабочий объем 7,43 литра и развивает номинальную мощность 100 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент составляет 482 ньютон на метр с запасом 20%. Второй – это трактор Агромаш 90 ТГМ. На нем устанавливается четырехцилиндровый турбированный двигатель Д245.5 С2 Минского моторного завода. Он имеет рабочий объем 4,75 литра и развивает номинальную мощность 95 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент составляет 464 ньютон на метр с запасом 25%. Вместимость топливного бака составляет 300 литров. Муфты сцепления обоих тракторов – фрикционные, сухие и двухдисковые, постоянно замкнутого типа, управляемые педалью, воздействующие через пневмоусилитель следящего типа. От муфты сцепления коробки передач крутящий момент передается при помощи карданной передачи с механическим тормозком муфты сцепления. Коробка передач механическая, четырехходовая, семиступенчатая, с подвижными шестернями. Максимальная скорость движения, которую развивает трактор на седьмой передаче, была увеличена до 15 км в час, согласно требованиям к современным навесным и прицепным сельхозорудиям. По отдельному заказу трактор оборудуется ходоуменьшителем или реверс-редуктором. Ходоуменьшитель представляет собой механический четырехступенчатый редуктор, который служит для получения пониженных или технологических скоростей трактора. Например, минимальная скорость, которую развивает трактор с ходоуменьшителем, составляет 0,3 км в час. Реверс-редуктор – это одноступенчатый редуктор с реверсивным устройством, благодаря которому трактор дополнительно к основным получает ряд пониженных скоростей переднего хода и ряд повышенных скоростей заднего хода. При установке хода уменьшителя или реверс-редуктора в коробке передач применяется полупервичный вал, а без них – сплошной первичный вал. Задний мост состоит из главной передачи, планетарного механизма поворота и ленточных остановочных тормозов. Он имеет общий корпус с коробкой передач. Управление трактором осуществляется по такому же принципу, что и трактор ДТ-75, но в отличие от него у трактора Громаш 90 ТГ отсутствуют педали управления остановочными тормозами. Изменение направления движения производится только рычагами. Вытягивая рычаг на 30-40% хода, трактор поворачивает плавно. Вытягивая рычаг дальше, остановочные тормоза активируются, и трактор производит крутой поворот с полным блокированием одной из гусениц. При этом механизм привода тормозов оснащен пневматическими усилителями, благодаря которым усилий на рычагах намного меньше, чем у трактора ДТ-75, что способствует меньшей утомляемости механизатора. Трактор оборудован раздельноагрегатной гидравлической системой, которая запитана от шестеренчатого насоса НШ-32 с максимальной производительностью не менее 45 литров в минуту. Трехсекционный гидрораспределитель расположен в задней части трактора, на опоре за масляным баком. Управление секциями гидрораспределителя производится рычагами, которые расположены справа от сидения тракториста. На тракторе установлено задненавесное устройство рычажно-шарнирного четырехзвенного типа грузоподъемностью 1800 кг. Оно может быть смонтировано по двух- и трехточечной системе наладки. Тягово-сцепное устройство ТСУ-1Ж предназначено для присоединения к трактору прицепных машин и орудий. Вал отбора мощности имеет частично независимый привод, то есть при остановке трактора выключения муфты сцепления хвостовик ВОМ останавливается, а при остановке трактора одновременным оттягиванием обоих рычагов поворота на себя хвостовик ВОМ продолжает вращаться. По умолчанию на заводе трактор оборудуется ВОМ, имеющим частоту вращения 540 оборотов в минуту и 8-шлицевым хвостовиком. Но по заказу трактор может быть доукомплектован набором для переналадки ВОМ на 1000 оборотов в минуту и хвостовиком на 20 шлицев. Трактор оснащен пневматической системой, основное назначение которой – снижение усилий при управлении тормозами механизм поворота, остановочными тормозами и главной муфтой сцепления. Кроме того, возможна буксировка колесного прицепа полной массы до 17,5 тонн, оборудованного тормозной системой. Ходовая система состоит из подвески, включающей 4 балансирных каретки подвески, 2 направляющих колес с гидравлическими механизмами для натяжения гусениц и пружинными амортизаторами, 4 поддерживающих роликов и 2 гусеничных цепей. Гусеничная цепь основной модификации трактора имеет ширину 390 мм, при этом ширина колеи трактора составляет 1330 мм. Торфяная модификация трактора оборудуется гусеничными цепями шириной 670 мм, при этом колея трактора составляет 1570 мм. Торфяная модификация также отличается конструкцией ведущих звездочек. На тракторе устанавливается каркасная, шумо- и теплоизолированная кабина. В ней установлены два сидения, подрессоренная, регулируемая с подлокотниками для механизатора и неподрессоренная цельнопластиковая для вспомогательного рабочего. Под сидением вспомогательного рабочего расположен контейнер для аккумуляторных батарей, доступ к которому осуществляется с внешней стороны трактора. В стандартной комплектации кабина оснащена отопителем колориферного типа, электроприводными стеклоочистителями переднего и заднего стекол, плафоном внутреннего освещения и открывающимися боковыми форточками. По отдельному заказу на трактор может быть установлен кондиционер фирмы «Август». При этом управление кондиционером осуществляется с панели на крыше кабины. Тракторы могут быть укомплектованы различным оборудованием в зависимости от заказа. Например, сельскохозяйственная модификация оснащается задним навесным устройством, тягово-сцепным устройством и передними съемными балластными грузами, общим весом 400 кг. Также трактор может быть оборудован передним сменным рабочим оборудованием, таким как неповоротные отвалы ДЗ-42Р и ДЗ-42Т шириной 2,5 и 2,8 метра. ДЗ-42Т применяется для торфяной модификации трактора. Поворотные отвалы ДЗ-42П и БУ-90 шириной захвата 2,8 метра в прямом положении. Угол поворота отвала относительно продольной оси трактора составляет 25 градусов путем перестановки боковых опорных проушин. Кроме того, возможность изменения угла поперечного перекоса до 8 градусов. У ДЗ-42П при помощи винтовых раскосов, а у БУ-90 при помощи гидроперекоса. Если трактор используется в промышленности только как бульдозер, то возможна поставка без задней навески. Гусеничные тракторы Агромаш-90ТГ имеют сертификат соответствия требованиям ТРТС-031-2012 о безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним. Именно в этом регламенте одним из пунктов обозначено обязательное наличие указателей поворота и другой световой индикации на данном тракторе. Трактор имеет подтверждение российского производства согласно требованиям Минпромторга России. Кроме того, тут важно отметить, что требования выше обозначенного регламента к сельхозтехнике намного жестче, чем требования аналогичного регламента к промышленным бульдозерам. По отдельному заказу потребителя трактор может быть окрашен в другой цвет, а также укомплектован другим специальным оборудованием. Габаритный размер трактора с задним навесным устройством и передними балластными грузами составляют длина 490 сантиметров, ширина 185 сантиметров обычная и 224 сантиметра торфяная модификация. Высота по воздухозаборнику 285 сантиметров. Эксплуатационная масса трактора с грузами составляет около 7 тонн. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Сейчас ты отвал поднимаешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот здесь при повороте не надо нажимать педаль. Просто тянешь рычаг сначала плавно, он плавно поворачивает, а потом сильнее он уже круче поворачивает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Сколько вольт на аккумуляторе проходить, сколько моточасов, сколько оборотов в минуту, и температуру двигателя. Температуру двигателя вот этого? Да. Возможность проведения съемок на заводе по производству тракторов Агромаш была организована при поддержке официального дилера по продаже техники Агромаш ООО ИКТРАЙДЮ. Город Чебоксары. Данная компания занимается продвижением и продажей тракторов и комбайнов Агромаш, а также обеспечением гарантийно-сервисного обслуживания и поставки запасных частей по всей территории Российской Федерации, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Если у вас есть необходимость приобретения тракторов и комбайнов Агромаш, то обращайтесь к официальному дилеру ИКТРАЙДЮ. Кроме того, по промокоду LANTEG вы получите индивидуальные условия поставки и хорошую скидку. Все необходимые ссылки компании указаны в описании под видео. Если вам понравилось видео, обязательно поставьте палец вверх, подпишитесь на канал и оставьте комментарий со своим мнением. Благодарю за просмотр, до скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова